Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разобраться в программировании лучше. И сегодня будет теоретическое видео о том, как повысить качество своих программ, не повышая сильно сложность их разработки. Вообще, когда мы говорим о надежности программы, сразу в голову приходит верификация, доказательное программирование, которое очень-очень сложно реализуется на практике, требует дополнительных ресурсов, денег, времени. И, конечно, эти методы позволяют дать очень высокие гарантии. Но в нашей работе обычных программистов, как правило, гарантии нужны, а времени и денег на эти гарантии не выделяется. Поэтому приходится обобщать те методы, которые уже есть в программировании. Это и предпост условий, варианты, утверждения и другие методы безопасного программирования. И, в общем-то, одно из таких обобщений, которые я для себя сделал и называю методом гарантий и страховок, я вам сейчас расскажу. То есть это не какой-то самостоятельный метод, это просто то обобщение, которое я сделал, читая литературу по безопасному программированию. Здесь хочу отметить, что, конечно, то, о чем я буду говорить, это просто логика построения программы, позволяющая оптимизировать затраты на то, где нам подстелить соломинку, где нам добавить дополнительный код, а где можно спокойно положиться на то, что нам предлагает язык программирования, окружение, фреймворки и библиотеки. Поэтому давайте немножко порассуждаем, надеюсь, после этого видео вы сможете повысить качество своих программ. Поехали! Давайте начнем с тех абстракций, к которым мы все привыкли, которые укладываются в вполне себе конкретные уровни абстракции. Я изображу их в виде пирамиды. Смотрите, есть такой жирный слой первоначальной абстракции, который я называю окружением, и в который входит много всего, и программное обеспечение, такие как операционные системы, драйверы и так далее, и аппаратное обеспечение, процессор, память, графический процессор и все остальное. Этот слой может быть разложен с позиции дополнительных слоев на очень много промежуточных абстракций, которые используются, но в данном объяснении нам это делать не надо. Но как раз чем лучше разработчик понимает, как работает окружение, его программы, тем более качественный софт он может писать. Это важно. Дальше над окружением идет язык программирования. Я выделил его в отдельный слой абстракции, потому что, во-первых, он действительно является отдельным слоем абстракции и одновременно является инструментом, который использует программист для своей работы. Это важный слой, который непосредственно должен знать разработчик. Дальше идет непосредственно код или бизнес-логика. И здесь, по идее, в этом слое есть еще такое дополнение, как фреймворки и библиотеки. Но так как программист сам выбирает, какие фреймворки библиотеки использовать, он, соответственно, несет за это ответственность. То есть с позиции гарантии и страховок, о которых мы будем говорить, код – это общая ответственность программиста. Поэтому фреймворки и библиотеки, несмотря на то, что контроля над ними значительно меньше, но они не имеют смысла выделять их в отдельный слой. И вся эта кухня работает ради одной цели – это результат, который интересен пользователю или заказчику программного обеспечения. И вот у результата должно быть много разных свойств, но одно из основных – это гарантии. Или гарантия, которая заключается в том, что разработчики программного обеспечения гарантируют, что софт будет работать корректно, что он не будет ошибаться, если будут возникать условия, в рамках которых он не может работать, он будет выдавать ошибку. Это важно, потому что пользователю неинтересно получать недостоверные результаты, и уж зависание и различные глюки ему тем более неинтересны. То есть все мы заинтересованы в оптимальной работе и обязательно корректной работе программного обеспечения. Поэтому одно из основных, что должен обеспечить разработчик в своей работе – это гарантии качества работы кода. Но понятно, что раз код не является единственным слоем абстракции, для того, чтобы дать какие-то гарантии, разработчик должен эти самые гарантии получить от ниже стоящих слоев. То есть мы не можем что-либо гарантировать, не зная того, что нам гарантирует используемое окружение и используемый язык программирования. Либо второй вариант. Нам нужно самим реализовать код, который будет давать те или иные гарантии. И давайте я сейчас это поясню. Смотрите, если у нас есть простая-простая задача, например, сложить 1 плюс 1, заказчик у нас захотел, чтобы мы ему выдавали результат сложения 1 плюс 1, то непосредственно бизнес-код, бизнес-логика – это вот эта простая математическая модель. То есть оно очень ложится на те вещи, которые есть в языках программирования, и нам даже никаких промежуточных этапов, связанных с моделированием, с математическим моделированием делать не надо. Но возникает вопрос, нужно ли нам делать какой-то подготовительный код и нужно ли нам делать какие-то заключительные проверки. И вот этот код, который по сути сам не является бизнес-логикой, но необходим для того, чтобы гарантировать, что бизнес-логика корректно работает, является страховкой. Это и есть та страховка, которую должен использовать программист для того, чтобы быть уверенным в том, что его программа работает корректно. В данном случае любой хороший компилятор, еще на стадии компиляции, преобразует этот код к x равно 2. То есть он даже не будет выполнять никакого сложения, он увидит, что это константа и сделает соответствующую оптимизацию. Это то, что гарантирует корректность этого результата со стороны языка программирования. То есть если мы сомневаемся, что процессор может сложить 1 плюс 1 корректно, то гарантированно язык программирования, компилятор, может его еще и оптимизировать. И если мы знаем, что язык программирования сделал оптимизацию и вообще исключил саму операцию сложения, тогда мы получаем гарантию на уровне языка программирования. То есть сложение исключено им. Если же мы знаем, что компилятор пропустил и отправил все-таки эту операцию на процессор, и там он будет работать очень много раз, то, конечно, рано или поздно в силу каких-то факторов выключат свет или процессор перегреется, или мы поместим наш компьютер рядом с ядерным реактором. Поэтому операция сложения либо не выполнится, либо выполнится с ошибкой. Но вероятность такого исхода настолько мала, что нам нет никакой необходимости вот здесь добавлять проверку, что x равен 2. То есть нам вот эта проверка здесь не нужна. То есть нам не нужно дополнительно страховаться, что если вдруг в этом коде произойдет ошибка, то мы вот ее исключим дополнительной страховкой, потому что вероятность этой ошибки крайне мала. И у нас есть гарантии со стороны языка программирования и со стороны окружения, что вот эта операция в таком виде будет выполняться очень точно, и вероятность ошибки будет крайне малой. И, соответственно, наша задача как разработчика понять, какие гарантии языка у нас есть, и, соответственно, какие страховочные действия нужно выполнить. И вот об этом я хочу сейчас еще чуть более подробно поговорить. Давайте этот пример немножко усложним. Да, код я, который буду рассматривать, простой. Сами вы понимаете, что если мы возьмем какой-то очень-очень-очень сложный код, то там кода, которого нам необходимо будет написать для обеспечения гарантий каких-то, будет в разы больше, да, вот этого страховочного кода, чем непосредственно бизнес-логики. Давайте мы предположим, что у нас y равно x плюс 1. И нам нужно гарантировать, что y больше нуля. Можем ли мы это гарантировать, не зная ничего о x? Конечно, нет. Соответственно, если мы добавляем проверку, что x больше нуля, и далее выполняем уже непосредственно вот этот наш код, то можем ли мы гарантировать, что y будет больше нуля? И ответ неизвестен. Потому что для того, чтобы ответить, будет ли y больше нуля, при x больше нуля, нам нужны определенные гарантии со стороны языка программирования. О чем я говорю? Я говорю о том, что есть такая штука, как переполнение. У нас в программировании обычная школьная математика работает несколько иначе. Все дело в том, что с математической модели, с позиции математической модели, если x больше нуля, и мы к нему добавляем положительное число, y будет больше нуля. Но с позиции компьютеров, если у нас возникает ограничение по количеству разрядов, которые мы можем отвести под x, соответственно, при определенных условиях y у нас может стать отрицательным, потому что вспоминаем, как устроены отрицательные числа, либо если это беззнаковое целое, он может стать нулем или единицей. То есть у нас будет переполнение, и все обнулиться. То есть для того, чтобы гарантировать, что y будет больше нуля, нам нужно еще учесть переполнение в страховке. Таким образом, для того, чтобы учесть переполнение, мы должны знать, как устроены, как работает язык программирования, как там работают числа, и какие гарантии относительно вычислений у нас есть. И тут есть одно исключение. То, что я говорю про ограничение разрядной сетки, это, например, относится к языкам C, то есть C++, которые имеют вот эту проблему с переполнением. Но если мы говорим о JavaScript, то вы наверняка знаете, что там достаточно, чтобы x был больше нуля, и тогда y будет всегда больше нуля, если мы добавим к нему единицу, потому что там есть такое понятие, как бесконечность. Вот гарантия языка JavaScript, которая позволяет нам дать гарантию, что y будет больше нуля. Соответственно, вот эти гарантии, которые я сейчас записываю на языке математики, они могут быть выражены в других свойствах, которые требуются пользователю. Конечно, математическая модель, которая будет строиться на базе требований пользователя, она будет абстракцией дополнительной, которая вот здесь возникнет. И соответственно, у нас возникает задача. Когда мы получаем какую-то задачу от пользователя, мы определяем, какой дополнительный код нам нужен. Во многих случаях это будет либо предпост условия, либо инварианты, либо утверждение. Но также сюда будет относиться и код, который является инициализирующим, или код, который каким-то образом определяет свойства окружения. И это все будет страховкой. Таким образом, когда вы начинаете разрабатывать программу, и понимаете, какие гарантии вам необходимы для того, чтобы обеспечить то свойство программы, которое заказал пользователь, и, соответственно, понимаете, какие дополнительные условия нужно наложить, как вот в случае с ограничением для Y, для того, чтобы эти гарантии были реализованы, страховка, вы, соответственно, начинаете понимать, как должна быть устроена структура вашей программы. То есть структура вашей программы должна содержать страховку до и после непосредственно бизнес-логики. При этом бизнес-логика может быть очень сложной, вложенной, но начало и конец должны быть покрыты страховочным кодом. Что я имею в виду, когда говорю про страховочный код в конце? Я говорю о различных методах контроля качества. То есть я говорю о том, что мы должны, например, проверить контрольные суммы. И здесь, опять же, вспоминаем, что сеть, например, у нас очень подвержена ошибкам, потому что передача данных по сети может сопровождаться большим количеством ошибок и искажением данных. И нужен ли нам дополнительный проверочный код после того, как мы получаем данные, полученные из сети? Ответ нет, не нужен, потому что на уровне абстракции, отвечающей за передачу данных по сети, уже есть этот проверочный код. И нам, соответственно, стэк TCPIP гарантирует, что он нам отдаст уже проверенные данные. И в большинстве случаев проверять то, что код или результат, или данные, которые получены по сети, действительно не искажены, не требуется. Но только если речь не идет, опять же, о повышенных требованиях к программному обеспечению. То есть добавляйте, например, ваши данные, ваш JSON, отдельный хэш, который будет являться расчетом на базе значений, которые вы передаете, нет необходимости, если речь, например, не идет о попытках злоумышленного искажения данных. Например, о транзакциях в платежной системе. Там хэш добавляется не с позиции целостности данных, а с позиции защищенности. Но когда мы понимаем, что является механизмом гарантии, если мы понимаем, что в самом пакете, который обрабатывает получение данных из сети, есть контроль целостности, и перед отправкой данных контрольная сумма передается как часть ниже стоящего уровня абстракции, мы понимаем, что дополнительной проверки не надо. Соответственно, вот сюда этот страховочный код записывать не надо. Но если мы понимаем, что в результате работы нашей программы могут быть какие-то искажения, то мы сюда можем как раз контрольные суммы посчитать, которые должны получиться, или которые мы ожидаем, что должны быть. И если они не получились, соответственно, мы делаем там откат транзакций или еще что-то. Все это механизм страховки. И возвращаясь к структуре программы, программа начинается со страховки, то есть вы делаете инициализацию, проверку. И для того, чтобы определить, насколько объемным и точным должен быть ваш страховочный код, вы смотрите, какие гарантии вам необходимы с ниже стоящих уровней. Дальше выполняете свою бизнес-логику и делаете завершение, то есть контроль корректности выполненных действий. Для этого вы определяете дополнительный страховочный код, ну, как правило, в виде контрольных сумм или чего-то подобного. Вот. И такой механизм работы, такая логика позволяет вам лучше обдумывать то, где и какие проверки вам нужно поставить в коде. Очень часто у начинающих разработчиков есть недостаток проверок там, где они нужны, ввиду непонимания того, что они используют не просто так язык программирования, они его используют с определенными гарантиями. Например, еще один пример гарантии – это иммутабельность. Например, в функциональных языках нам нет необходимости проверять, что переменная может быть записана только один раз, то есть мы можем не проверять, что между двумя синхронными вызовами переменная изменилась, потому что это гарантировано языком программирования. Переменная иммутабельна, соответственно, между двумя вызовами нам язык программирования гарантирует, что она изменена не может. Все, значит, дополнительной проверки делать не надо. Если мы говорим о JavaScript и пишем в функциональном стиле, то он уже не имеет механизма иммутабельности, следовательно, она может быть изменена. И когда мы говорим «Окей, а мы хотим, чтобы переменная была иммутабельна», здорово, в JavaScript есть такое свойство, но это уже не гарантия языка, это его уже страховка. И вы эту страховку должны использовать самостоятельно, то есть вы сами должны определить структуру данных и определить в ней, какая часть этих данных будет неизменна. Это и есть ваша страховка. Соответственно, если вы какую-то часть данных не объявили иммутабельной или сделали это неправильно, то это уже не проблема языка программирования, не нарушение его гарантии, это нарушение и недопонимание механизмов работы языка программирования с вашей стороны. Поэтому страховочный код, он всегда более опасен для вашего приложения, чем те гарантии, которые дают языки программирования. И в этом смысле, если вы полагаетесь на страховку, так же, как на гарантии языка программирования или используемых библиотек, это потенциальные баги вашей программы. Страховочный код всегда должен проверяться, либо в парном программировании, либо при ревью, и вы должны четко понимать, где у вас страховка, то есть код, который может содержать ошибки, потому что это ваш код, где у вас гарантия, то есть код, который проверен его разработчиком, и на него получены гарантии. И еще один важный момент про библиотеки. Как там с гарантиями и страховками? Там тоже забавная логика. Смотрите, с позиции лицензии, на самом деле, везде, где у нас шариварь или свободная лицензия, там пишется использование на свой страх и риск. То есть с позиции de jura там никаких гарантий нет. И когда я говорю про гарантии, это не юридические гарантии. Когда мы используем чужой код, и он не доступен для нашего редактирования, его всегда стоит воспринимать как гарантию. То есть мы должны использовать библиотеки, которые проверены сообществом, которые проверены разработчиком, и вероятность возникновения ошибок в котором минимальна. Как я уже сказал, 100% гарантий не бывает. Нельзя сделать так, чтобы 100% отработал компилятор, окружение, потому что есть всегда причины, которые могут повлиять, и результат не будет получен. Поэтому, так как мы не занимаемся доказательным программированием, так как мы не занимаемся верификацией, то единственное, на что мы можем надеяться, это на протестированность кода. То есть если код, который мы используем, достаточно протестирован, и опять же, если он используется большим количеством разработчиков, то те гарантии, которые в нем даются, мы можем воспринимать как гарантии. Если мы используем редкие, не используемые никем библиотеки, кроме нас, соответственно, воспринимать этот код как код с гарантиями, мы не должны, и должны относиться к нему как к страховочному. То есть дублировать в нашем коде страховками то, что используем в этой программе, вот в этом библиотечном коде. Поэтому всегда размышляйте о своем коде с позиции гарантий, какие гарантии вы получаете, и страховок, какие страховки вы дополнительно к этим гарантиям делаете, для того, чтобы обеспечить качественный результат, чтобы ваш пользователь, соответственно, получал всю необходимую качественную работу вашего программного обеспечения. Вот об этом я хотел поговорить, и такая методика, я думаю, вам поможет сильно переосмыслить подходы к написанию проверочного кода, условий и мест, где этот код должен вставляться. Ну, а с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.